Даро, дружище! Какой прекрасный был 2005 год! Blood Rain 2, GTA San Andreas, Fable, Star Wars Knights of the Old Republic 2, Матрица Путь Нео, Ир Первый, Star Wars Republic Commando. Кстати, этот шутан даже сегодня проходится прекрасно и греет сердечко. Кстати, по нему видос уже на канале есть. И куча другой годноты, среди которой был Ultimate Spider-Man. В детстве прошел, наверное, раз 10. И помню, как психовал, когда почти пройдя какого-нибудь сложного босса, не понимая вообще, что отвечает за сохранение, load или save games, и загружал прошлое сохранение, теряя сохранение. Да, английский тогда мой был совсем бум-бум и додуматься загуглить перевод. Почему-то я не мог. И я прям ору, когда вспоминаю эти моменты, когда, ну, настолько странный очевидный тупняк, но он происходил постоянно. Скажу сразу, я люблю Человека-паука, но вообще не по комиксам, а скорее по манге. Из комиксов у меня только 8 томов пацанов, и то только потому, что сериал увидел. И такой, а почему бы не взглянуть на первоисточник? И хоть мне нравится такой супергерой, как Человек-паук, фанатом себя его я не назову. По фильмам лучший паук для меня с Тоби Магуайром, первая, вторая, третья часть навсегда остались в моем сердце. Остальных смотрел, конечно, но все же. По мультфильмам, все, что смотрел, сериал 1994 года, ну, мне кажется, многие из вас где-то про него видели, либо слышали. Для меня это самый топовый паук, и по сей день надо, кстати, его пересмотреть. Ну и, конечно, недавний Человек-паук, Смайлзом Морализом, Человек-паук через вселенные, это прям мое почтение. А по играм всего в моей жизни были две игры. Ultimate Spider-Man, о которой сегодня поговорим, и Spider-Man 2000-х годов, когда я еще ходил в какой-то компьютерный клуб, который был при библиотеке, и там я, короче, в него играл. Потому экспертной фанатской истории с отсылками на комиксы и прочие игры от меня ждать не стоит. В этом видосе я, конечно, постараюсь, где нужно обращать внимание на первоисточник, но все-таки. Я просто чубрик, который делится своими впечатлениями об игре и рассказывает или цитирует сюжет. Вот. База игры Ultimate Spider-Man или Ultimate, я, короче, не знаю, как правильное удаление, мне лень, ей пофигу. Короче, базой этой игры, ну, такой же комикс был с таким же абсолютно названием. Все события происходят в альтернативной вселенной. Изначально, когда эта игра выходила, там все было актуально, ну, точнее, были, конечно, свои интерпретации, но в комиксе все-таки была история, так скажем, каноничная. Вот, а потом в какой-то момент, там, после чего-то какой-то войны симбиотов, либо что, канон немного поменялся, и в итоге эта вселенная, ну, как бы, под вопросом оказалась. Сюжетная завязка игры не тот оригин Венома, который известен мне по просмотренным ранее фильмам и мультфильмам, но оно и понятно, вселенная все-таки другая. Круто, что игра буквально перенесла стилистику комикса в игру, как в визуале происходящего, так и в кассценах. В игре, как таковой, прокачки нет. Ну, или точнее, есть, но она отдельно от тебя живет. То есть, просто проходя сюжетные этапы, получаем апгрейды общего характера, типа, там, быстрее на паутине двигаешься и так далее. Причем они происходят автоматом по завершению какой-то части арки сюжета. Чтоб по миру был смысл лазить, еще есть жетоны, собирая которые, можно открывать такие костюмы и прочее. Но это чистая косметика, функционала никакого не несет. По идее, главный герой Питер Паркер, то есть Человек-паук, но по игре плюс-минус, как бы тут два главных героя. Первый Питер Паркер, второй Эдди Брок, Веном. За каждого сможем поиграть, правда, за Паука немного больше. А пройдя игру, появится возможность полноценно играть только за Венома, просто носясь по городу. Сюжеты, как понимаешь, переплетены и дают максимально разный геймплей, что дает даже сегодня кайфануть от игры за каждого. В плане передвижения разница существенная, ибо Питер, как обычно, на паутинке двигается, а Веном же гигант с тентаклями. Поэтому он прыгает, как Халк, и использует тентаклю как то ли хлыст, то ли что, как бы подтягивая резко к себе, кого-нибудь либо себя в нужном направлении. В игре куча героев и злодеев, которых знают, наверное, практически все. Тот же Росомаха, Носорог, Электро, Зеленый Гоблин, правда, с оговорочкой, тут Зеленый Гоблин, здесь он прям другой, но о нем в сюжете расскажу больше. Есть даже Песочный Человек, точнее, пробирка с частью Песочного Человека, сам этот персонаж в игре не присутствует. Ник Фьюри, конечно же, глава агентства ЩИТ, Карнаж и другие. В результате, что тогда, что и сейчас, прохождение игры доставляет море удовольствия и вызывает кучу приятных воспоминаний. Что ж, а теперь пойдем к сюжету. Расскажу, что там было, и по возможности раскрою подробности окружающего мира, основанного на одноименном комиксе. Ну и где будут совсем нетипичные для меня злодеи, расскажу о них немного больше. Сюжет. Папка Питера и папка Эдди Брока работали в Trask Industries над поисками средства, что излечит рак. В результате доисследовались до живого костюма, Веном, который способен исцелять носителя и придавать мощь силу кобылу. Оба к моменту повествования уже погибли, но костюм остался. Паркер-старший подписал не те бумаги, и из-за чего костюм у него угнали. А собственно сынок Питер Паркер решил этот костюм загробастать себе. Питер хотел закончить то, что начал отец. Натянув костюм, чувствовал себя прям делишес, но в какой-то момент начал терять контроль над ним и вернул обратно, осознав, что не хватает сил с ним справиться. Потом Эдди узнал, что сделал Питер, что он Человек-паук, бомбанул и пошел натянул костюм на себя. В результате все стало еще хуже. В итоге схлестнулись пацаны на школьном стадионе. Но, как и любую поножопщину, попытались прекратить приехавшие фараоны, которые начали стрелять в Венома и загнали его прям на электрофорез. А Питер свалил. Через few moments later Мэри Джейн мило воркует с Питером, подгоняет ему новосшитый костюм, и Петька летит на вызов. Не считая Венома, это наш первый злодей. Шокер. Зовут Шокера Герман Шульц. Местечковый злодей, творивший непотребное с помощью своих то ли электрических, то ли виброперчаток, и любят грабить банки, ну и при этом постоянно отхватывая Человека-паука. И этот раз не стал исключением. Потом встретили нашего дружище Джонни Шторма из Фантастической Четверки. Он предложил нам дружеское соревнование. Помериться, чьи спиды сильнее. И так как Человек-факел всего-то летать умеет, а мы рассекаем на паутине, понятное дело победили. Продолжением истории стала часть сюжета с Веномом. После той самой ночи, когда электричеством бахнуло, ему удалось пережить удар. И там же его нашел Эдриан Тулс. Это один из ученых из Траск Индестрис. Произошло это случайно, просто так вышло, что застал во время битвы с Пауком. И тут же отзвонил Боливару Траску, главе Траск Индестрис, что нашел пропавший костюм. Короче, Веном типичный маньяк. Засел в кустах парка, поджидая спортсменку, чтобы перекусить, поглотив ее силы для восстановления костюма. Но этого мало. Поэтому пошел искать новую жертву, и как раз малой с шариком Человека-паука самое то. Покончив с аперитивом, пошли разнести какой-то бар с помощью брошенного мотоцикла. Но беда в том, что в баре сидел владелец мотоцикла. Росомаха. Данный Росомаха это Логан. В целом практически копия всем известной версии. Прям прибить, конечно, его не вариант, но вот вырубить получилось. После чего свалили в неизвестном направлении. Питер и Мэри Джейн тусовались в библиотеке. И тут по радио проговорили о появлении в Нью-Йорке огромного механического носорога. Куда и отправился паук, отхватив знатного носорожьего Чапалаха. Чтоб с ним справиться, заманили в цемент и затем бахнули грузилом. Прямиком на взрывоопасные бочки. Но этого оказалось мало, и носорог побежал дальше. Движуха теперь на парковке. После взрыва ему спину разворотило, запрыгивая на которую, теперь можно его продамажить. После чего из костюма вылез мелкий шпингалет, которым оказался Александр О'Хирн. Щуплый ботаник и очередной сотрудник Траск Индестрис. Он сам создал этот костюм и пришло в голову протестировать его, круша все в городе. Ну, гений, конечно. Связав и оставив бедолагу полиции, Питер полетел по своим делам, но его накрыла мигрень, с которой и нож по не справиться. Но, как оказалось, это все потому, что поблизости Эдди Брок проходил. Собственно, возвращаемся к Эдди. Боливар Траск. Владелец компании, в которой создали костюм. Нанял профессионального наемника, Серебряного Соболя, чтобы вернуть собственность корпорации. Но у ее отряда, скажем так, ничего не получилось. Отхватили все лещи и Веном сбежал. На следующий день в музее Питера опять головная боль накрыла. Пошел выдохнуть на крышу, а тут как тут Веном, который, судя по всему, чувствует своего предыдущего хозяина. Битва была тяжкая, но прибежала Соболь с подмогой и упаковала Венома обратно в лабораторию. Головная боль Питеру, как понимаешь, покоя не дает. Надо было разобраться в причинах, и оказалось, что всему виной Веном. В крови Питера остались частички из костюма, которые давали о себе знать, когда приближались к Веному. А Эдди Брок тем временем чирит в клетке лаборатории Траска. Траск и Тумс говорят, что костюм его убьет, но они могут помочь ему, если поможет им в его испытании. И первым испытанием будет нахлобучить Электро. Электро тут тоже при делах, так как он получил 200 тысяч бачей просто за то, чтобы с ним схлестнуться. Махаться они начали прямо у Дейли Бьюгл, где в тот момент работал Паучок, и поэтому тоже присоединился к баталии. Врубанули его тут же, Электро выглядишь добил, но Паук Веному тоже нужен, поэтому два злодея месили за право забрать себе Паука. Почти отлупив Электро, он начал заряжаться рядом стоящим Билбордом, обретя благородный голубой цвет. Из-за чего пришлось сломать сначала вывески электрические, а потом его. Электро Форес побежден, пора кушать с Паука. Но прилетел Фьюри со своим агентством Щит, прогнал Венома и привел в чувство Питера. Позже за 200 миль от USA на корабле Щита объявился Жук, агент в крутом робокостюме. По сути, единственное отличие от комикса, что если в игре он охотился за ДНК суперзлодеев, то в комиксе он искал именно ДНК симбиота. Прозвище Жук, кстати, ему дал Паук. Агент себя так не называет. Вот даже есть цитата из комикса. Жук. Во, мне реально нравится. Прямо осенило, только не Фольксваген, а так, просто Жук. Короче, Жучара, пробравшись туда, освободил Нормана Осборна, то бишь Зеленого Гоблина. Но в этой вселенной он немного другая субстанция. Скорее, похож на помесь Халка с Человеком-факелом. Замес тут такой, что Осборн разработал сыворотку Оз, аналог того, что превратила Стива Роджерса в Капитана Америку. Потом Осборн проводил свой эксперимент на Пауке. Паук сбежал, укусил Питера Паркера, и тот стал Человеком-пауком. Убедившись, что сыворотка работает, он бахнул ее себе, но получился Халк со скиллом пирокинеза, то есть управление огнем. По способностям все то же самое, что у Халка плюс огонь, плюс усилилась его гениальность, а из побочек окончательно расшаталась психика. Вот такой вот чубрик получился. Жук, когда летел по городу на очередное задание, его заметил Человек-паук. Увязался за ним, и как потом оказалось, Жук прилетел в лабораторию украсть образец песочного человека. К сожалению, от песочного человека в игре только пробирка с его ДНК. Паук потолкался с Жуком, но в итоге он свалил, а его следы вели в посольство Латверии. Затем возвращаемся к Эдди Броку, который вновь сидит в той же клетке. Как оказалось, Венома тянет к паучку, и потом в разговоре Эдди проговорился, назвав фамилию Паркера. Траск, услышав это, говорит, что костюм был создан на основе ДНК Ричарда Паркера, бати Питера Паркера, а тут его сын Человек-паук получается. Эдди отправляют Серебряным Соболем поймать Человека-паука. Эдди это не нравится, как и Веному, ибо Человек-паук их собственность. В итоге, Брок, несмотря на какие-то специальные наручники, превращается все равно в Венома. Вступает в Махач с Соболем, она не вывозит, Веном сбегает, а отряд Соболя отправляется за пауком. Который общается тут с возлюбленной Мэри Джейн, обсуждает, что в соцсетях его считают лютым мутантом с головой паука и кучей рук, а также наткнулись на новость, что Латверцы создали тайный технологичный легион солдат, один из которых, очевидно, и был Жук. Прежде чем отправляться с этим разбираться, Питера перехватил на крыше Ник Фьюри, который просит не лезть в дела Латверии и к Жуку, ибо это тема 18+. Но это сделано было нарочно, так как Фьюри понимает, что именно так паук и сделает. Паук пригнал в посольство, но оттуда же Гоблин вылетел, за которым и погнался. Напнули Осборну, тут же появились агенты Щ.И.Т.а и упаковали его. Короче, сделали всю за них грязную работу. Тем временем, Венома накрыл Жук, хотел утащить его образец, чего ему не удалось сделать, из-за чего пришлось покемарить немножко на складу. А паука накрыла Соболь, усыпив дротиком, ну и коленом в лицо, пока тот прогуливался. Очнувшись в тачке, в нас зарядила еще дротиком, после того, как попытались свалить, получили еще несколько, после пошантажировали семьей и близкими, но Питер вступает в махач, впоследствии которого страдают гражданские. Из-за чего, объединившись с Соболь, мы спасаем народ на мосту. Выручив всех, Соболь опять пытается нас усыпить, но прибегает Веном, хватает даму за ножку и утаскивает в неизвестном направлении, пока паук залипает в своей головной боли. Что сказать? Надо спасать, видимо, Соболь. Таки догнав, рубанули Венома. Костюм с Эдди слез, Паркер засыпает, а Соболь, довольная, у волокла сразу обоих. Вновь оказавшись в лаборатории, Эдди просыпается от криков. Голос вроде был похож на голос Питера Паркера, после чего барьер его клетки пропал и навстречу вышел Карнадж. Ориджин Карнажа таков, что Тумс и Траск, поймав Питера и Брока, ввели Питеру Паркеру образец другого симбиота. А учитывая еще оставшиеся клетки Венома в Питере, получился полноценный симбиот – Карнаж. Только он довольно дурной оказался и взял под контроль разум Питера. Веном, одолев Карнажа, немного покушал, съел Карнажа, а Питера выплюнул. После чего Эдди, наконец-то, получив все частицы, смог нормально контролировать костюм. И что он будет делать в первую очередь? Правильно, сведет счеты с Траском, который держал его все это время в клетке. Но туда добирается Паук первым, хочет узнать, что случилось с отцом, но почти получив папку со всей инфой, прилетел Веном за местью. Траск спрятался в вертолете, Веном хочет его скушать, а Питер узнать у Траска инфу про отца. Поэтому деремся. Напнув Веному, наконец-то появилась возможность спокойно посидеть и почитать, чего там было с батькой Питера. Так вышло, что результаты работы Ричарда Паркера и Брока-старшего Траск присвоил себе, так как пацаны подписали не те документы. Что им не понравилось, и они, чтобы доказать свое право на костюм, сделали новый костюм. Они как раз должны были лететь в суд против Траска, но Броку-старшему взбрело в голову протестировать костюм прям в вертолете. И он не смог его контролировать, что привело к крушению и гибели обоих ученых. Для таких ученых эта смерть, ну, очень тупая. И если честно, с такой концовкой я немного выпал. Может быть понял, если бы они провели тест костюма у себя в лаборатории или еще где, но, блин, в последний момент на борту как бы такое. Плюс Брок-старший же был в костюме, как он мог умереть в этом костюме, я не совсем понимаю. Пока Питер читал документы, прилетел щит. А Веном очнулся и втихаря свалил. Как потом оказалось, Веном пришел за Траском, который на тот момент был в тюрьме. Короче, скушал его. А Питер сидит на крыше и изливает душу Мэри Джейн о том, что переживает за Эдди. Вот такой финал. А итог какой? Игра прекрасная и сегодня. В интернете есть куча мобов, которые повышают качество графики, там, изменяют полет, там, что-то еще. Но я даже не заморачивался с этим. Мне было окей. Единственное, предупрежу, если захотите пройти ее, лучше проходить на английском. Потому что, играя на русском, практически всегда возникает баг на моменте с Электро, и в итоге ты просто перепройти не можешь. Либо надо сейвы менять, либо менять там на английский, начинать раньше, потом переходить, проходить эту миссию, потом менять снова на русский. Короче, гемор. Проще было пройти на English, чтобы не было лишних багов. На этом все. Спасибо, что досмотрел до конца. И до скорой встречи, дружище. Продолжение следует...